вот эти чайки летают разные птицы вчера смотрим тут аквалангист то он вынырнет то вот это для человека вот где мы едем здесь где не зарешено в россии на украине но тут виноградники горы мешает а так обычно съехал лесополосу отъехал подальше вот после нас вообще ничего не остается но не считая там кожурки какие-то и то стараемся мешочек сложить и отдельно потом в контейнер положить для человека там проехали мы 8 стран и практически нигде нельзя не остановиться даже остановиться нельзя даже повернуть назад нельзя там 50 метров проехали на развилке а теперь только для ауганг где-то выехать надо 30 километров одном направлении потом обратно 30 я 60 километров сижу и думаю господи помилуй да где мы куда попали то я бы в россии за это время уже 3000 раз повернулся на машине в обратном направлении ошибся никаких твоя ошибка тебя заела тебе уже все не не гоже и везде все это зарешено в лес зайти нельзя ягодку сорвать нельзя понюхать нельзя даже просто машину приостановить по легкой нужде сходить нельзя ну и что а у них там чисто да чисто чисто для кого для картинки у нас захламлено захламлено это дикость российская но я могу в любом месте остановиться вот на берегу черного моря сходили искупались никто не скажешь и частная территория там не говорят что в лесу шишки собрать вообще остановиться не просто остановиться и это нет нельзя нельзя надо вот только на кемпинге разные везде все деньги 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 вот как сейчас мы в украину заезжали через керчь но это явно что-то русских стравливает но документы то они берут проверяют но проверили отдали не тут то было назад не отдают дает одну бумажку вот такая вот бумажка только написано рус русские а зачем она клею ну как желтая шестиконечная звезда у еврея в германии было чтобы я ехал все знали русские русские плохие и плевали но платить надо 25 гривен за что вот за эту бумажку вот такую вот вот бумажку которую я должен приклеить потом ее не оторвать а где приклеены мы ни одной нигде не видели но их продает то есть они приспособились сделать что безбожество разве это можно так делать русские мы понимаем что это безбожество не то что там может власти про это и не знают он не отдает документы а я начну говорит что не хорошо он как у тебя литература я с глаза закрываю а сейчас могу тебя здесь оставить и повернуть назад а что ты сделаешь на тебе уже отдал 25 гривен два шага только сделали опять требует деньги нигде столько вас нас денег не требовали на таможне как на украине нигде повторяю а что делать ничего мы молимся я у меня трехтомник я везде стараюсь подарить добавляю что книги не входят во взятку а за взятку видимо взятки там целой корабли до 12 лет ну ничего нельзя сделать я знаю что это для бога деньги то собственно не мои это господь мне дал их поэтому я даю ему говорю что так делать нельзя дорогой а другой увидел что книги дарим а мне бы дали я ему дали уже сидим на пароме паром так как корабль то тоже один подходит дал ему а этот году у нас везде видеонаблюдение я говорю ты нас отпускаешь не сразу все равно я тебе подарю отвел в сторонку и подарил на украине были мы проходили точно так же не пропускали за собаки подарил а обратно едем так это не вы книгу дарили тоже бы хотелось иметь вот везде вот только так и делаешь потому что я для бога это делаю мы едем для бога для того чтобы люди познали истину спрашивает о чем книги о жизни о христе о вечности можно было бы ничего этого не делать сидеть и спать у нас было бы как три года назад четыре возле села у других то ничего нет но пришли пожарились тело обожгли вот мы видели одного с австралии едет у него прицеп даже к машине прицеп но его как по-русски говорят шмонают будь здоров но он мирный почему во-первых его видно он безбожье курит но у него жена и четверо ребятишек вот когда индейцы видели что человек идет с женой понимали мирно а если еще ребенок с ним тут они во всю улыбку знали что этот воевать не будет иначе он детей погубит и у него сзади флажки висят по которым странам проехал еще из монголии видать через китай где он только мог уже русский флажок у него висит украинский достал это мужик простецкий такой ну а боги никто не говорил но мы немножко подошли я по-английски все забыл я говорю happy child у вас здесь счастливое детство детям то даете да разулубали жена прочее говорю бога просите бог даст их долго держит а взять то с них нечего видно не дают ребятишки прыгать через скакалку они давай там блинчики эти по воде пускать камушки он уже знает что делать они залезли на машину вот но у нас то все по-другому подходит что везем книги но мог бы каждый ящик распечатать показывай каждую книгу дать содержание ну то есть тысячи зацепах но нас отпустил ну ну требуется ну 25 гривен то 100 рублей примерно ну отдали да и поехали пусть во славу божию будет может быть бедный совсем может быть есть ему нечего кто его знает а здесь мы были вот вечером подъехали это прям берег он корабль тут уже где ушел тут ступить негде столько машин дальше дальше говорю вчера остановились там даже зайти нельзя не говоря про машину вот братья николай павлович курчина и виктор николаевич савченко они пошли пешком тут искать а я там остался зашивать сиденье пока зашивал они пришли пришли говорят нашли место более подходящие вот подошли и правда место замечательное тут и кусты если траншеи если даже самое главное это туалет воды у нас собой хватает у нас с тобой лопатка саперная ямку выкопал вытащил пластик уезжая положил вообще никто не найдет даже даже искать будешь тем более много тут сухой травы вот что мы сегодня имеем дальше мы еще у нас три дня вчера мы прошли за один день очень удачно 7 пунктов это господь сделал но нужно примерно 5 мы непрерывно идем встречаемся беседуем записываем больше а как на людей не заберешь на пляже пропадать не будешь кому ты нужен все все знают в одессе мы видели как новый завет поставили утром гляжу а там ну что-то около стенки стоит наклоненная где можно что-то положить и лежит новый завет мне говорят это иеговисты я посмотрел нет это новый перевод не их бредня которые они под библию подделывают то есть самое сумасшедшее что сейчас в мире есть это у иеговистов так называемый всемирный перевод больше чепухи большего извращения кажется нельзя придумать все подделали под свое лжеучение выдают за библию я их не трогаю но библию я не позволю прикасаться к ней это они люди хорошие сами по себе но сатана обуял видимо одержимое демоническим духом похулили духа святого и будь они здесь мы бы конечно побеседовали они ничего не берут я уж с кораблей это на перехожу на то что есть больше ничего нельзя сделать и видно окопа вот здесь как вот выдвигается может быть тут учения были может войну было видно что глубокие были траншеи это может и вручную все это копали и там тоже доты стоят эти дзоты вот у нас брат он готовит чтобы приготовить завтрак лишь волнами как находит сегодня утром искупались мы ураган поплавал братья вечером поплавали здесь черное море не в германии не в австрии не мы нигде этого сделать не могли нигде потому что там порядок а у нас беспорядок тело радуется душа бога благодарит а паре их порядке я весь сжатый ничего не могу да больше только приехали в туалет сходить они полтора что ли там евро с ума сойти я такого уж в москве 25 рублей а это загнули кулы я садила там хоть не загорожено в лес можно сходить человек все-таки суббота для человека не человек для субботы тут как-то так все делается или полный беспорядок или неизвестно что вот так сейчас мы будем собираться за позатракаем краткую молитву сегодня совершили все я отошел там меня